Будущее сейчас. Возможно ли это? Да и где? В стоматологическом центре. Вы знаете, но по стоматологии Россия в лидерах. У меня есть израильтяне в корне, но не живущие там. Они в России, потому что по стоматологии мы круче. И причина-то в другом. Мы живем в ногу со временем, иногда даже забегая вперед. Мы давно стремились к внедрению этих новых технологий, потому что это диктует сама жизнь. Новые технологии касаются в первую очередь диагностики. И это, в общем-то, давно известная всем новая технология. Это компьютерная томография. Но компьютерная томография применительна именно к стоматологии. И это компьютерная томография, которая позволяет, во-первых, не только провести диагностику состояния костной ткани челюстно-лицевой области, состояния парадонта, состояния зубов, состояния нижнечелюстных суставов и всего комплекса тканей, которые определяются единым названием челюстно-лицевая область. Но это значительно расширяет возможности в определении качества лечения. Почему? Потому что, когда мы лечим зубы, когда мы пломбируем каналы зубов, наиболее сложная, скажем так, составляющая терапевтической стоматологии, очень часто на двухмерных снимках мы видим, что все хорошо, все замечательно. Но компьютерная томография нам позволяет этот зуб развернуть в разных плоскостях, нарезать его послойно, посмотреть на него сверху, заглянуть там, скажем так, с тех точек, с которых обычная двухмерная рентгенография сделать просто не позволяет. И тогда мы можем увидеть вот те, скажем так, нюансы, а именно, те случаи, когда корни раздваиваются, когда они имеют какие-то боковые ответвления, те каналы корней, когда внутри каналов есть какие-то инородные включения, так называемые дентиклы, которые затрудняют прохождение. Потому что бывают ситуации, когда врач бьется, бьется, не может пройти канал, делает снимок, вроде бы все хорошо, но успеха лечения нет, и тогда может иногда возникать и конфликтная ситуация, и пациент не понимает, почему он тратит время, но боли остаются, почему он тратит деньги, ну, такова жизнь, да, вот, и все равно ничего не понятно. И в этом случае на помощь как раз приходит эта современная технология, компьютерная томография. Все было как в лучших домах Лондона, и даже круче. Вот тот самый агрегат, вот он, идеальный и даже лучший вариант. Ваши зубы видны полностью, то, что стоит внутри, а это и корни тоже, пазухи, естественно. По сути, я бы больше никуда не ходил. Все, что нужно в одном месте и место, это агат. Вы обратите внимание на 3D-моделирование. Я бы такую штуку молотил более месяца, здесь минута, и все. Вы видите зубы в полном объеме. К слову, теперь видно то, что не было понятно ранее. Ведь иногда такое случается, что зуб нормальный удаляется без контроля. Теперь такого нет. В нашем городе это первый аппарат, это немецкий аппарат фирмы Сирона, который обладает очень широким спектром воздействий. Помимо стоматологических каких-то нюансов, мы можем разглядеть нюансы, связанные с заболеванием предаточных пазох ноза, то есть те же самые гаймориты, те же самые синуситы. Мы можем оценить их состояние, которые бывают связаны с прилежанием корней зубов, близким прилежанием к гайморовым пазохам, и тогда человек мучается от гайморита, а причина этого гайморита может быть в тех воспалительных очагах, которые в зубах. Мы можем даже исследовать зону так называемых аденоидов у детей. В принципе, наш сегодняшний аппарат это позволяет делать. Мы можем оценить состояние височно-нижнечелюстных суставов и в тех сложных ситуациях, когда у человека при длительном отсутствии зубов нарушено соотношение верхней и нижней челюсти, нарушена высота прикуса, и он мучается болями в суставах, мучается головными болями, мучается болями при глотании. Мы можем с помощью этого аппарата диагностировать правильное положение суставов и уже дальше совместно с ортопедами зафиксировать правильное лечение, направить в правильном направлении лечения. То есть этот аппарат дает нам очень серьезные инструменты в руки для того, чтобы, скажем, улучшить диагностику, улучшить качество лечения наших пациентов. То есть, по сути, такого оборудования нет нигде. И это гордость Агата. Мы работаем быстрее всех. И, по сути, на перспективу. Все, что можно в ваших, а точнее в агатовских ладонях. Скорость, чистота, изумительная работа, по-моему, лучших специалистов. 25 лет – это очень серьезный продолжительный срок. Очень много в городе всяких различных стоматологических клиник. Я своего сына отнес к одной. Ему зуб выдернули. Мне это реально не нравится. То есть, проще было бы в действительности обращаться к вам, потому что и опыт работы, и результат, он все-таки интересен. Да, 25 лет. Ну, мы начали работать в 92-м году, в конце 92-го года. И, соответственно, в конце прошлого года мы отпраздновали, отметили 25-летний юбилей существования нашей клиники. Ну, действительно, это большой срок. Самое главное, вот тот толчок, который получился при начале нашей работы, тот толчок именно в плане применения новых технологий, применения нового оборудования, новых материалов, применения как бы нового мышления в отношении к лечению вот наших стоматологических каких-то заболеваний, наших пациентов, вот, в отношении вообще к нашим людям, к тем, которым приходят к нам. Мы стараемся сохранить все это время. Вот. Я думаю, что будем и дальше сохранять. Наша главная на сегодняшний день парадигма, что ли, это качество. Несмотря на все трудности, которые на сегодняшний день есть, это и экономика, и это и огрехи в образовании, когда врачам приходится очень много добирать самим вместо того, чтобы получать эти знания еще на стадии, скажем так, высшего образования. Вот. Это и тот момент, что существует достаточно много проблем с какими-то различными перебоями в поступлении материалов, пломбировочных материалов, инструментарий, там прочее, прочее. Но это, конечно, и конкуренция определенная, в определенной степени. Вы правильно говорите, что на сегодняшний день в городе более трех десятков, около сорока, по-моему, уже различных частных стоматологических кабинетов. Самая большая проблема заключается в том, что увеличивая количество кабинетов у нас в городе не так, что ли, растет количество врачей квалифицированных. То есть, по сути дела, часть врачей, скажем так, ходит по кругу. Вот. И вот эти вот многие стоматологические кабинеты, они, к сожалению, я не говорю все, но я говорю многие, не имеют вот того комплекса от и до, от начала и до конца. Вот. У нас в центре это было с самого начала, и мы стараемся сохранить это и стараемся это приумножить. Вот на сегодняшний день, возвращаясь к разговору о компьютерной томографии, мы заполнили вот этот пробел, который, я считаю, у нас был в диагностике. В перспективе у нас еще есть планы по развитию, по дальнейшему развитию вот тех вот, скажем так, крупных направлений, которые мы сохраняем. Это вот ортопедическая стоматология, мы планируем развитие дальше, мы планируем дальше определенные, скажем так, движения в плане развития парадонтологии, которая на сегодняшний день является бичом, в общем-то, в плане, я имею в виду, заболеваний парадонта, в плане отношения к ним, в плане результатов лечения, вот, и различные другие направления мы собираемся все равно развивать. Хотя сейчас это действительно сложно, но тем не менее, вот весь тот опыт работы, 25-летний опыт, нас убеждает в том, что ничего зря не проходит, надо работать. Да, 25 лет это срок, я занимаюсь на телевидении чуть меньше, на два года, хотя с кино и видео я знаком с шести лет, но почему мы быстро перешли в лидеры стоматологии, понятно. Наша, так скажем, экология, было бы просто странно видеть металлургов, которым перекусить-то нечем. Да почему металлургов? Раньше все теряли зубы, а Агат это исправил. При грамотном подходе ваши зубы и ваши импланты могут даже тысячи лет вперед показать, что мы жили в отношении еды, мягко говоря, неплохо. Вы неоднократно ездите, вы занимаетесь, вы чувствуете пульс медицины, пульс стоматологии. Да, я все это время продолжаю работать как врач, я считаю, что в свое время, когда я поступал в медицинский институт стоматологический, я хотел заниматься стоматологией, хирургической стоматологией и, в общем-то, я считаю, что я не ошибся в своем, скажем так, стремлении, в своем выборе профессии. Вот, и я продолжаю все эти годы работать как хирург-стоматолог, я езжу на всевозможные учебы, на всевозможные симпозиумы, на всевозможные семинары, вот, и на наши отечественные, иногда на зарубежные, иногда на, скажем, те, которые проводятся в региональном каком-то масштабе. Вот, я контактирую с большим количеством докторов, у нас достаточно плотные связи с Екатеринбургом, с Уфой, с Казанью, с Нижним Новгородом, с Самарой, с Москвой, в общем, со многими городами, со многими докторами мы знакомы лично, вот, и я хочу сказать, что уровень стоматологии у нас в стране, у нас в стране достаточно высок, и зачастую возникает такая ситуация, что те специалисты, которые приезжают к нам, ну, не всегда могут нам что-то такое вот сверхинтересное, сверхновое, что-то открыть. Во многом наши доктора подготовлены не хуже, вот, ну, естественно, что я могу сказать, что это дается только таким образом, что люди продолжают учиться сами, люди изучают теорию, люди изучают практику, люди ездят, обмениваются опытом, люди постоянно держат себя, скажем так, ну, на каком-то таком стержне вот этого постоянного обучения, люди постоянно учатся, я себя отношу к этой категории, потому что я постоянно учусь, мне надо мной близкие смеются, близкие родные говорят, когда-нибудь ты кончишь учиться уже, тебе уже столько лет, ты работаешь там 35 лет уже, и продолжаешь все время учиться, ну, как в старой поговорке, век живее к учить, дураком помрешь, ну, немножко не так, конечно, но учиться надо все время, для того, чтобы понимать это. Ну, стоматология, это такая наука, которая сегодня наиболее динамично развивается, наряду с такими ведущими направлениями, как кардиология, как, допустим, перинатальная медицина, там, и так далее, и так далее, вот, ну, пожалуй, стоматология раньше всех совершила этот рывок, и этот качественный рывок, он наиболее заметен в этих областях, вот, более того, даже если сравнить, скажем, вот нашу имплантацию, вот, и обратиться к опыту, там, применения, там, скажем, вот этих вот, суставов, которые на сегодняшний день очень актуальная тема, вот, имплантация суставов, то мы видим, что здесь стоматология тоже оказалась впереди, если уж на то пошло, вот, поэтому мы учимся, мы постоянно работаем над собой. В данном случае стоматологический центр АГАТ, гордость магнитогорская, почему, а я объясню, всего два центра по имплантации зубов, я знаю, и поверьте мне, накладные протезы, это одно, но не то удовольствие, не то, здесь ставят импланты, и делают это сами, то есть, ваше удовольствие от перекуса будет только вашим, ничего другого в вашей челюсти мешать не будет. Если человек понимает, что круче магнитогорска, в России-то он не найдет, да и в мире в том числе, то есть, возникает единственный грамотный вопрос, он должен идти куда? Я предлагаю все-таки идти в центр АГАТ. Я абсолютно согласен, надо идти в центр АГАТ, в центре АГАТ вы получите полноценное, комплексное обследование, правильную, полную консультацию, мы сможем предложить план лечения, причем различные планы лечения, в зависимости от, скажем, клинической ситуации, в зависимости от и тех финансовых возможностей, которые есть у человека, и тех, скажем, дополнительных факторов, а именно наличие, там, страховки, наличие, там, каких-то, скажем так, дополнительных условий, там, работа, не работа и так далее. Вот, это второе. Далее, обязательно учитывается, скажем так, мнение пациента, потому что есть люди, которые, скажем, приходят таким образом, что говорят, мне нужно сделать только вот это, вот в этом случае мы стараемся, либо убедить пациента, что вот только вот это, это далеко не все, это только маленькая частичка, это верхушка, а из Бергаи нужно делать что-то еще, либо говорим, да, хорошо, согласны, что действительно только это, этого будет достаточно, этого вам хватит много-много лет. Поэтому квалификация наших специалистов и вот тот уровень, который мы культивируем у себя, он на сегодняшний день практически обеспечивает наиболее правильный, наиболее полный, наиболее грамотный подход к определению необходимости лечения всех наших пациентов. Поэтому приходите, будем рады. Продолжение следует...